Рокот Компьер 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 Минус Сайленсер. Кстати, в отличие от Клауд Найн, которые сидели здесь за дротили с самого утра, Импайр после своего матча отказались играть на Абилити Драфте, но их можно понять. Они поехали в город, который тут находится в нескольких километрах, покушать супа. В нескольких километрах. Так и есть, 2 километра до центра. Ну, тут на автобусе минуту проехаться. Ну, на автобусе. 35 крон на автобусе проехаться, а не минуту. Прошу заметить. 35 крон это... Сколько, подожди? 30 гривен 50. Не, больше. Ну, 50 гривен где-то. Нет, 35 крон это 3,5 евро, считай. Это 4 евро. 9 крон это 1 евро. Но это 4 евро. А 4 евро в гривнах это чуть побольше, чем 50. Ну, ладно, ну 60. 60 гривен, да. В одну сторону, прошу заметить. Отличный общественный транспорт. Да, общественный транспорт чудесный просто. Не, он типа чудесный, но очень дорогой. Он реально очень дорогой. Да, это понятно. Поэтому у них тут нету в автобусах кучи бабок, которые непонятно куда едут постоянно и так далее. С луком. Да, или просто с какими-то баулами. Зарабанили Кунку, Team Empire, и Кунка в зале теперь расстроился. Там как раз камера порой захватывала. Да, наших ребят. Сидят наши ребята, да. Темпларка и Кунка, это наши знакомые. Расскажи про конкурс косплея, они тебя жаловали, засудили. Короче, да, они приходят, говорят, там, короче, одни лолеры, говорят, ну это полбеды. Судьи, жюри, сидят тоже в костюмах косплея Лола. Говорят, и что нам делать? А не двое только ТОТО? Да, 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 да. Говорят, и как вообще это называется? Короче, засудили наших на косплей турнии. Короче, я считаю, что тут все куплено. Это понятно. Похлеще, чем на чемпионате мира. Риоты заплатили. На чемпионате мира по футболу вообще все куплено. Там вообще все куплено. Там вот эти судьи, это просто грязь. Ну а тут тем более, да. А тут еще более очевидно. Не, ну это действительно нечестно. И вот просто-просто вообще забей. Просто нечестно. Надо у нас устроить чемпионат по косплею и засудить всех лолеров. Правильно, отличный план. На зло, на зло Дримхак. Пригласить, главное, побольше лолеров и засудить всех, сказать, что вообще не очень. Всех просто засудить и так далее. Ну что, в бан улетает также Бэтрайдер. Бэтрайдер, Бэтрайдер доживает. Четвертым, да, баном. Четвертый бан, как? Ну, учитывая то, что Эмпайр достаточно сильно любит этого персонажа, но мы видим, что вот все-таки Висп Гирокоптер для них получше заходит. Опять этот Тайтхантер и Нигма. Что за новомодные пики? Ну, а просто понимают сейчас Клауд Найн, что Сайленсер находится в бане. И что вроде... Но никто не помешает вкастовать, по сути. Да, никто не помешает вкастовать. Но вот один маленький вопрос. Имперцы, во-первых, будут ли забирать сейчас Рубена? Это вопрос, наверное, раз. Во-вторых, блин, вот Рубена или Лича? Лич, в принципе, хорошая штука. Учитывая то, что Нигма придется сбивать через БКБшечку чем-то Блэкхолл, скорее всего-таки Лич будет. У тебя там, кстати, что-то щелкает. Да, я слышу, что-то у меня щелкает. Это очень странно. Это не у меня щелкает. Можно камеру сейчас включить на секунду, ребят? Экстримчик, если ты меня слышишь, включи камеру. Только не так, да. Это у факера щелкает. Я вот уверен. А ну-ка. Нет, это... Да, это у факера. У кого же? Факер тут зашел. Пырь. Этот факер, короче, человек-дно. Он и есть человек-дно. Просто. Но-дно. Зашел тут мне на компьютер, запустил свой ВКонтакт и пишут ему его друзьяшки. Бессовестный, бессовестный факер. Бэйн от Cloud9. Ну, опять-таки, у Empire есть... Да и у Cloud9 есть уже основной такой... Как мы любим говорить, основной лейтмотив пика. То есть понятно, к чему они ведут. Да, ну вот, блин... Бэйн это, конечно, очень хорошо. Вообще, у Cloud9 мощные герои. Именно в плане драйки. Пока что не хватает керри и, как следствие, будет не хватать урона иногда. Ну, доберут. То есть, понятное дело. Ну, хотя это может быть опять-таки, как вчера против Альянс. Вчерашние попытки против Альянс, которая закончилась в 0.18, там был керри Тайтхантер, если вы забыли. Ну, я поздравляю с таким выбором. Керри Тайтхантер на Ленви, и немножечко, скажем так, не пошло. Ну, что, имперцам остается надеяться только на что? На то, что они смогут быстро себе поднафармить парочку Блэкинг Баров. Либо взять героя, который ему не особо нужен, если вы понимаете, о чем я. Нет, мы не понимаем, о чем ты. Эх вы, салаги. Так, Клакверк сначала для мага. Ну, ладно. В принципе, тот герой, про которого я говорю, да, он не особо сюда вписывается. Я вообще удивлен, куда делся наш любимый лайфстилер? Магнус, 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 Магнус Империи. На кой будем, Магнус? Не, типа под герокоптер более-менее Норда, кстати, подойдет. И под Клакверка вообще. Да, может быть, мы его сейчас увидим в бане от Клакверка. Сбивает всем все. Потому что обычно... Магнус же Энигми сбивает Блэкхол, если она в БКБ РПшкой? Да, если он не в Блэкхоле, то он сбивает. Ну, подожди, если он рядом стоит, там же АОЕ у него больше, чем у Блэкхола, или меньше РПшки? Нет? Ну, приблизительно хотя бы. Да, почти. Да ладно, а вдруг он краешком достанет? Да что ты такой? Короче, не верите. Короче, если он только за спину прыгнет, то он может и собьет. Вот нам стату подсказывают взглянуть. Ну, нормальная статистика. Три матча, три победы. Короче, Магнус должен сбивать Энигми как-то Блэкхол. Да, он пока забанили, Эмбер забанили. Но автобусом он может въехать. Но он может в Блэкхол именно въехать. Не, я понимаю. А как-то на краешке Блэкхола вкастовать РП и все, и сбить. Круто. Отойди в жопу, короче. Не верю. Не веришь ты в чудеса. Не верю. А я верю в чудеса. Я верю, что сейчас будет Магнус. Не, ну он там может быть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. И вообще пошли во все тяжкие сейчас Cloud9. Ну вот, чем мне нравятся пики с Энигмой, да? Потому что у тебя только один герой, по сути, не фармит. Они тут вообще решили фармить, слушай. Да, да. Doom фармит. Ну, мы видим, трижды они брали Алхимика, а не получалось. По-моему, в Китае они брали Алхимика на ВПЦ. Ну, мы видим, что Алхимика с Энигмой и с Тайдом ни разу вообще не брали. Это инвокер. Это инвокер. Ну вот инвокер мне очень нравится. И это классовексовский должен быть инвокер. Это будет классовексовский инвокер, который сейчас всю эту тактику должен поломать вообще к чертям собачьим. В теории это, конечно, может быть не только классовексовский, это может быть экзортовый инвокер, который будет при поддержке Рубика гангать. Ну, в смысле, с анстрайками помогать, убивать. Окей. Но, так как там особо нападунов нет... Нет. Я думаю, это 100% должно быть посредством. Под Рубика просто, да, под Рубика нету второго суппорта, который будет нападать. Выжигать ману здесь критически важно будет. Именно. Именно это я и хотел сказать. Ну, вот вы видите, тут пока что трибуны еще относительно пустые, но потихоньку народ подходит. Да, ну, под Альянс, под матч Альянса, по-моему, 7 часов должен уначиться, если я не ошибаюсь. Будет уже тут, конечно, битком все забито. 10 секунд осталось у нас до конца. И начнется первая игра финала нижней сетки. Смогут ли Empire с такой же легкостью переиграть ребят из Cloud9, как это у них получалось против Mouse? Потому что против Mouse они играли вот именно так, как они хотели. Не знаю, не в обиду команде Mouse, но они рангом пониже сейчас, чем вообще любая команда, находящаяся здесь. То, что они выиграли хоть у кого-то, для меня это на самом деле небольшое удивление. Да ладно, у кого? Фнатик, у ЕГЭ? Ну, типа да, и, ну, учитывая то, что там команды были у нас обе с заменами, скажем так, блин, Мейсон все-таки для меня чувствует... Все еще замена? Останется заменой. Ну, привыкай. Интернешнл нам придется смотреть за командой ЕГЭ с Мейсоном. Недолго, я чувствую, нам там придется смотреть за командой ЕГЭ с Мейсоном. Не, ну, все равно, ЕГЭ я больше шансов, чем Фнатик, даю на НТ, по-моему, это очевидно. Ну, хотя, может, кому-то и не очевидно, но мне кажется, что у ЕГЭ шансов будет побольше с Мейсоном, чем у Фнатика с Экскалибуром. Ну, это будет на Интернешнл. Интернешнл уже начиная с 8 июля. Скоро-скоро-скоро-скоро. Совсем уже скоро. Как раз чемпионат мира по футболу заканчивается, подходит к концу и начинается Интернешнл. Четко. Ну, правда, там 13 июля заканчивается чемпионат мира, так что там финальный матч будет чуть-чуть накладываться. Ничего страшного. Ничего страшного. Да, да. У меня уже есть конкретный четкий план. В чем он заключается? В тот день, когда 13 числа будет играться матч и отправить комментировать тебя и Гатханта, вам пофиг на футбол. Я думаю, мы будем не против. Так, ну что, пошла Жарам. Синг-синг в миде на Алхимике против Резолюшна на Инвокере. Пайлайдай пока охраняет руну дабл-дэмэджа. Он будет у нас помогать Этернел Энви фармить на топе против мага. Ну, а на ботаме Флай, Сайлент и Ван Скор против Боны 7 на Тайтхантере. Ну, Тайтхантера тут можно будет пытаться гонять такими персонажами, но мне кажется, у них будет немного другая задача. Да, ну и самое интересное здесь, наверное, все-таки будет это противостояние в миде. Как обычно. Ну да, против Резолюшна, тем более Синг. Ты что, лучший мидер планеты. Ну, мы, кстати, видим, Резолюшн качается через экзорты в начале. И, скорее всего, это будет экзортовый инвокер. Ну, вот это может быть небольшой ошибочкой, как во мне. Тут действительно, просто Векс с его ЕМПшечкой он будет очень-очень сильно решать. Да, и против Алхимика вот сразу, просто на первых же минутах можно было бы решать вопросы с этим Алхимиком, чтобы он бегал без маны. И было бы намного проще здесь Резолюшну. Ну да ладно. Решил Рома сыграть так. Флаг ему в руки и удачи ему. На топе маг второй левел берет против Энви и Пайлайдая. Ну, маг тут еще нормального опыта заполучил. Он уже почти третий уровень даже заполучил, пока крипочков под вышкой отбивал. Но вот сейчас линия уже очень сильно запушилась в чужую сторону. И поэтому он перестает подходить к этим крипам. Еще успеет. Ауи у нас в лесах. В сложной Bones 7 тоже, ну, не так хорошо, как у мага. Первый у него левел, то есть до второго еще надо пожить. Чувствует он, что опасно здесь находиться, потому что рядом флай. Тут же, тут как тут Ванскор. Ванскор, кстати, делает отличный трипл пул. То есть сюда, а потом сюда. Так как это и надо делать. Так, ну по страте маг должен фидануть, как обычно, на First Blood. А там как получится. Пока что маг не фидит. Это странно. Да, Андрюха, давай, пора бы уже. А то, что тут не так. Кстати, вот опять-таки после матча с Maus общались с ними. Они так люто друг друга троллируют. Это просто забей. Игроки команды Empire. Там вот то же самое, что, наверное... Ой-ой-ой, Иванскор! Иванскор отличный тайминг. Хорошо забирает он Курьера. Боттл, правда, доехал. Иванскор погибнет здесь. Хотя... Может и не погибнет, но дэмэджа получит очень много. Да, проблема у Вани. Он уезжает на Тезер. Отлично, флай. Хорошо, грамотно все проделали. Теперь очень важный момент. Это законтролить первую руну, которая будет через полторы минуты. Ну, я имею в виду первую, которая сейчас появится. Да, не дать ее Сингу. И у него не будет маны. Если не дадут, да. У него не будет ни регена, ни маны. Ничего у него не будет. Смотри, маг нашел теверение в лесу Энигму. У Энигмы нет Эдолонов. У Энигмы есть стан. Но пока есть Эдолоны ничего, конечно. И вот маг понимает, что надо бежать и уходит отсюда. Да, он там ничего толком не понимает. Не, ну, теоретически он мог Коги закрыть, но там просто нету даже Санстрайка. Там вообще ничего нету. Первого левела Санстрайка, который наносит там 13 демеджа. Маловато. Чуть больше, мне кажется. Ну, такое там. Не принципиально важно. Насколько больше, скажем так. Что, продолжаем наблюдать. В миде мы видим 15 на 6 у Резолюшена. Против него у Алхимика 12 на 0. Дум хорошо фармит в легкой. Ну, и неплохо так же чувствует себя Сайлент на своей линии. Ну, это, в принципе, понятно. Эдри и Сайлент фармилы, ну, я не знаю, может быть, кто-то будет в этом сравнении в речь, что Эдри как-то покруче. Но я думаю, как раз-таки наоборот. Не, ну, Сайлент, он такой фармила, скажем, агрессивный. То есть, может иногда пойти подраться, может пойти подсеймить кого-то. Да, то есть, если бы мне предложили брать либо Энви, либо Сайлента в команду, я бы, наверное, все-таки Сайлента к себе взял. Да, правильно. Зачем тебе этот Энви? Абсолютно непонятный, рандомный чувак, который то напикает Луну с Момом, то еще что-то. Не, ну, Луна с Момом, это еще, бог с ней, там, бывают всякие интересные ситуативные моменты. Да мы просто когда сидели, точнее, стояли тут с папой Драйичем, общались, он тоже говорит, типа, блин, мы зацепили тему того, что Энви набрели когда-то из Alliance, там, бла-бла-бла. Он говорит, не, ну, слушайте, там проблема, мне кажется, была даже не только, типа, в географической принадлежности. Мы говорим, почему? Он говорит, ну, вы знаете, я вот с ним пообщался буквально, там, минут 20, и если бы он у меня был в команде, я бы его тоже набрил. Ну, видимо, сам по себе человек весьма специфический. Ну, кто его знает? Судя по его твиттеру, там иногда такие бугурты. Fly, Midia, Singa, подняли, расстрелят его, отличная стена здесь от Resolution, какой четкий First Blood делает Empire 1-0. Да, шансов на отход вообще никаких, алхимику не оставили, без каких-то там санстрайков, все очень наежно исполнили ребята из Empire, либо Resolution просто кнопки перепутал, неизвестно, но в любом случае First Blood сделали. Да, ну, я просто когда стенку увидел, я немножко приофигел. Я обычно, ну, мы обычно стену видим от инвокера на минуте на 45-й первый раз, когда тот на хайграунд заходит, да? Ну, да, да, да. А здесь у нас, ну, ты посмотри, да, в 3 у Resolution Exhort и в 2, что это сейчас произошло? Что я нажал? Что ты нажал? Ты нажал F10. А, понял. Все сломалось у меня. Так, ну и маг, 6-й левел, кстати, сейчас будет у Дума, надо магу отсюда уходить. Да, маг умирает. А, нет, вы смотрите, я был уверен, что сейчас просто, как только 6-й левел получает Дум, сразу будет слип, Дум и поехали убивать. Ну, что у Дума имеется схаванный крип на Speed Aura и, как бы, понятное дело, что магу там не уйти в миде Resolution, могут быть траблы. Смоуки здесь у нас Тайтхантер вместе с Энигмой, кучу времени теряет, выходит, наверное, на Resolution, сейчас будет стан, вот стан по Resolution, он ставит стенку, но тут без шансов для Rezo. И все-таки есть враг, хотя залетает Флай в толпу, а Флайк-то цепанул, ау, и убивает, ау, и Флайк, неужели же здесь выживет. Главное, что сам еще тут не попался, там, в принципе, 2 милишника, именно поэтому Рубик мог себя так фривольно чувствовать, ну и Рубик у нас уже левел 6, получает на 7-й минуте у Рубика 6-й уровень, ну, вот так вот. Ну, у Ферсблата еще один фраг, да. Флайк типа намекает, мол, ну что, Шейкер 5-го левела на 25-й минуте, как у тебя там дела? Да, Флайк, конечно, тут очень отлично отыгрывает, ну и Resolution на 6-й минуте покупает Мидас, несмотря на то, что его убили. Ну, просто Рубик там, видимо, забрал Энигу, он же там один как раз оставался, Энигу уже 6-го уровня, то есть он зайдет там опыта, да, опыта просто миллион получил. Так, ну что? Кстати, у Рубика сейчас есть стан ворованный, и это просто идеальный момент для Ганга. Вот просто идеальный, у него Unstable Concussion есть, у него есть Телекинез, Фейтболт, он вообще не в Соло может убивать, да. Он реально может убить, ну, только через один Sunstrike, там опять нападают на Resolution, и через Блэкпол его забирают в миде. Хейтеры. Начали, начали действовать правильно, все-таки Cloud9 в данной ситуации, ну, понятное дело, что надо забирать Resolution. Да, они просто хейтеры. Ну, правильно, правильно, хейтить надо мидера, искать слабое звено, давить ему на нервы, чтобы он начал наезжать на свою команду с криками, не помогу я вам Sunstrike, вы надоели мне, короче, идите мне, защищайте, только тогда я вам буду помогать. И, в принципе, такое иногда срабатывает. Ну, вот посмотрим, насколько Роман устойчив к такому угновлению. Да, Флайки, видимо, седьмой уже левел взял, Энри на топе тоже седьмой левел, это Дум с Мидасом на легкой, которая стоит фармить все время. От Флая он еще не оторвался по уровню, и Флай идет на топ. Флай давай уже и Смок, и можно делать фраг вместе с магом. Маг сейчас возьмет шестой левел одного крипа, вот он шестой левел, и надо делать фраг. Да-да, нам нужно идти нападать, вот сейчас Флай помигал, видимо, ждет, когда маг подойдет, чтобы вдвоем в Смоке побежать, а они вдвоем идут в Смоке забирать Дума. Дума у них есть шансы очень хорошие забрать. Ну, если Энви чувствует, что что-то здесь не так. Да, Чуйкевич у него сработал, и Энви отступает. Но на других линиях все спокойно, на других линиях ребята не так сильно паникуют. Энви вообще куда-то убежал, а он, не, он просто убежал, убежал на базу. У него маны нету. Поймают Энигму сейчас. Или не поймают. Ну, что ж ты будешь делать? Ну, вот так вот очень чрезмерно, да, осторожно действовали. Ну, маг там, в принципе, не мог попасть. Это такой какой-то крюк на халяву. Не, он пытался попасть там с айдолонами, а у и закрывал. Ну, как-то, как-то да, как-то тут несыграно сыграли Empire. Не, ну, так как ты попадешь, если Энигма четко себя прикрывает, а крюк, он вроде как прямой, в отличие от рук у некоторых игроков. Так что, ну, попасть реально сложно. Я бы сказал, нереально даже в таких, ну, при таких обстоятельствах. Ну, когда закрывается, да, это факт. Так, Silent тем временем нафармил уже себе фейзы, аквилу, и скоро будут у него барабаны. Это неплохо, кстати. Инвокер мы видим тапок Midas. Окей. Ну, это стандарт для инвокера. Инвокер себе уже собрал ПТ и Midas. Так что все норм. Но инвокер с Midas это стандарт. Это стандарт, он хорошо набирает левел, у него хорошие мощные спылы появляются. Ну, естественно, там артефакты какие-то. Просто инвокер как раз тот герой, который, в принципе, сильно, мы должны догадываться, зависит от спылов. И Midas дарит эти самые спылы быстрее, чем обычно. Так, у нас там заход на Рошана, на котором сейчас Sing Sing взрывается. Спалили это все. Sing Sing сейчас тут отметелит Рошан быстренько. Sing Sing регенится пока, еще ультимей действует. Еще и ракета залетает, ну и вот Копперк спалил сейчас, где находится команда. Рубик не хочет, что у него ничего нет, ему надо что-то украсть. Вот, кстати, идеально была бы Acid Spray, очень клевая штучка сейчас. Да, там налить, чтобы идолончики поумирали. Ну, вот и так сейчас Forgett залетает, начинает отстреливать идолончиков. Опа, опа, и еще Silent тут нарисовался. Ну, выиграли время, конечно, Cloud9, может быть, немножечко для того, чтобы пофармить. Потому что сорвалась вся команда Empire и сюда подтягивается для того, чтобы подраться. Ну, не знаю, не знаю, что это. Что дальше планирует делать Cloud9 с этим Рошаном? Пойдут ли они как-то добивать или забьют на него, не знаю. Resolution, как мы уже говорили, ПТ, есть также 0 и Midas. Magna, топи, тем временем, ну, ничего нового у него нет. Так, да, там, тем временем в Na'Vi взяли первую карту в КСе. И уже на второй ведут. Ну, пистолеты взяли, да, на второй. Вообще норм. Ну, пока вроде, да, пока вроде бы норм все у них идет. Вот после вчерашнего неудачного немножечко дня. А теперь главное, чтобы Empire тоже разогнались. Тут, кстати, опять-таки забывает Empire. Мы видим, что Ancient там фармит команда Cloud9 и не мешает имперции в этом. Абсолютно никак. Да, ракеты залетают на Рошана. На Ancient вообще на Ancient никакого контроля нет. И мы видим тут One-7 вместе с Enigma. One-7 немного вытанковал. В любом случае, много опыта, много денег. Совсем скоро появится даггер у Tidehunter, если это будет, конечно, даггер сразу же. Ну, посмотрим. Ну, и имперцы никого не хотят идти убивать. Вот это не новостанно. Ну, 2-2 на 11 минуте. Как-то непривычно, как-то не похоже на Empire. Вот-вот-вот. Неужели они чувствуют уверенности в себе? Учитывая то, что инвокеры качаются через класс Exord. То есть, значит, что в серьезном кеймфайте он будет не слишком эффективен. Вот это тоже серьезный такой косяк. Это зря. Был бы это Vexor, Skinwalker, я бы тебе сейчас слова не сказал. Сказал, ну, пусть бегает там, фармит себе, зарабатывает. Не знаю, что он там может себе зарабатывать. И просто халявит. И в тимфайте дает нормальное ЕМП одно, и все, и выигрывает тимфайт. А тут выиграть тимфайт с одной только стенкой ОЕшной будет тяжеловато. Ну, и вот появляется у него первый левел Vex. И, скорее всего, этот Vex будет дальше макситься. Потому что 4-4 прокачка нужна для того, чтобы форги добыли с двумя... Короче, чтобы два форги добыло. И, следовательно, Resolution, скорее всего, дальше будет качать Vex очку. Ну, может, Exor все-таки докачает чуть-чуть попозже, но посмотрим. Ну, не знаю, я бы, наверное, на его месте не делал так. Там, действительно, от мана Берна будет достаточно много зависеть. Тем более, если Тайдхантер будет собирать вот такой вот быстрый-быстрый даггер, у него там максимальный монопул 377, там даже первого левела ЕМП уже будет очень сильно ему вредить. Да, и мы понимаем, что если Resolution будет начинать, то маны хватать на раскаст у Тайда не должно. Ну, смотри, залетают на Бэйна, на топе, очень быстро испепелили Бэйна. Вот Сайлент первый раз у нас перелетел куда-то, на этот раз вместе с Ванскором. У Сайлента барабанные 700 голды и Аквилла Фейзы, и возвращается он вместе с Ванскором обратно на мид, ну, свой лес точнее, можно пофармить снизу здесь. Убежал, убежал уже отсюда Тайдхантер, Тайдхантер 7-й левел, есть даггер. Вот сейчас будет, через 20 секунд. Ну, и в миде Синг-Синг пока медальон Тапок, больше нет ничего. А у Resolution через 600 голды будет уже Некрономикон первый. Ну что ж, неплохо, можно будет начинать пушить достаточно серьезно. Вот один из плюсов таких инвокеров класса экзортовых, это то, что у них неплохой пуш-потенциал через Некрочи, через Форги, докидаешь там какой-нибудь Алакрити на Некрономикон, либо на Форг Джет Спирита, и все, и вышечка проседает очень быстро. А тренд протектора нету ни там, ни там. Это говорит о том, что, правильно, о том, что вышки регенить нечем, значит, Харас вот этот будет успешен. Должен быть успешен, если, конечно, не будут приходить постоянно в пятером там как-то дефать. Это да. Тут надо левел и денежки Silent, это побольше. Мы вчера видели, что может творить Гирокоптер, если у него есть маломальски полезные шмотки. Ну, Silent нас собирает, этот умеет. Ну, плюс там уже рядом с ним диск, который собирает сейчас, я понимаю, урну. Там Sunstrike куда-то летит. Рошана вылетел в Sunstrike. Палит все. Ну и что? Empire. Пошли, пошли два Форг Спирита. Да, там Форгида сейчас будет очень сильно. Форгерка отлично прыгает. Мак, красавчик, а что дальше? Мак прыгает на боях, но Мак-то сам очень сильно проседает. И вот сейчас серьезные проблемы у Клокверка. Клоквер, конечно, задержал тут людей. Doom кинул Рубик у нас на Eternal Envy. Синг-Синг убегает. Ну и посмотри, отличный рэвэдж от 1 и 7. Байбэк пошел от Гирокоптера. Гирокоптер так не дал ни одного каста. Видимо, поймал он сам просто Doom. Ну и тут минус 5. Минус 1 score, да. Это минус 5 и байбэк от Гирокоптера. Но все равно на Рошана, скорее всего, толком не получится зайти каст. А, хотя нет, Black Hole еще есть. Black Hole есть и кулдаун. Отгоняет, конечно, здесь Саня, но толком никакого. Все равно забирает Рошана. Кажется, да. Да, минус 5 и в итоге, что у нас получилось? Все, кажется, классно сделал маг, но он далеко был. Doom поймал Silent, он не успел дать кулдаун. И, ну, собственно, вот она точечность инвокера через класс экзорд. Хотя, смотри, Рошан вроде бы отбивается, но, не знаю, 300 хп, 200, да, все, наконец его убили. Так, тут пришли, как и на прошлом DreamHack'е люди с этими... С тарахтелками. С тарахтелками, да. Ну, сейчас же финальный день, сейчас все будут с этими тарахтелками сидеть, тарахтеть. Так, тут ошибается немного Рубик, хватает крипа вместо героя. Да, у него, кстати, имеется ворованный Chemical Rage. Можно юзать, быстро бегать. Так, забрали Тауэр здесь, ребята, из Empire. Клакверк опять врывается, закрывает Сиксинга, который по-прежнему в ульте. Уходит отсюда маг. Сиксинга расстреливает, залетает. Отличный ультимейт. Вот кирокоптер от Тайд прыгнул. Все, отлично. Есть минус Айгис. У Тайда нету Реведжа. И сантрек немножко не по таймингу в Синга. Синг, кажется, убежит отсюда. Нет, Синга поднимает. Отлично, продолжает его тут пробивать форгиды. 2,5 секунды. Есть минус Синг-Синг. Там у нас как дела у Ван Скора и у Мага. Ван Скор еле живой. Маг тоже еле живой. Дум опять залетает по Сайленту. Маг уходит под батарейками. Ну и Бонесим с Даггером отлично залетает. Это минус Сайлент. Вот Рубик, не знаю, чего не развернулся. Не просто дал ни одну тычку по герокоптеру, чтобы заденайить, попробовать. Ну и 1 в 3. Опять-таки 1 в 3 после того, как забрали Синг-Синга. Дальше переловили Клауд-9 имперцев. И счет становится 10-5 в пользу Клауд-9. Вот так вот. Сумбурные какие-то драки от Империи. Ну и по деньгам они сейчас в игре проигрывают 3000. По XP уже 7, даже больше 1000. Ну, начало было неплохое, а дальше что-то пошло не так. Да, появляется второй Некрономикон. Ну вот, смотрю, Роман на 11 уровне тут вкачал второй Инвок. Окей, у него там типа кулдаун меньше на 5 секунд, но, блин, нужен сейчас векс, векс, векс. Ну да, тут это не помешает, учитывая еще и наличие Некро-3 будущих. Надо. Так вот, по поводу того, по поводу активности и вообще игры с Сайлотом, вот что сейчас делать? А фармить, то есть я имею в виду... Ну, ему нужны базовые айтемы, там, я же говорю, хотя бы ВКБ. ВКБ мы видим, у него нету и не скоро появится, потому что играет он через Джакала-Коптера с... Ну, хорошо хоть не с ПТ. Фейзы, Аквила и Барабаны. То есть много денег ушло практически в никуда. И сейчас вот он не может толком воевать из-за того, что любой спейл его устреляет. Снизу на Резолюшена, напали, убили. Четко, и Таврсера забирают холдайм. Да, и изи килл, как сказали наши зарубежные коллеги. Так вот, с другой стороны, собрав, если соберет Сайлотом БКБ, он все равно себя не застрахует, да, там, от какого-нибудь Дума или Блэкхолла. Но, блин, его все остальное не будет цеплять, не будут всякие там... Тайтхантеры. Тайтхантеры с гашами, не будет Энигма со своими Меллифайсами, Бэйны там разные трогать. Хотя Бэйн тоже может Финс Гриппом. В общем, много хороших культов, которые пробивают БКБ у ребят из... Четверых просто застанет сейчас Флай. Да, Флай так нормально закинул, вот и кладется у нас здесь курса. Ну и тяжеловато сейчас будет Империи, но хотя они хотят подраться, очень хотят, Дум далековато пошел. Дума избивает, есть ТП. Так, так, вверх прыгает, Дума закрыл, Дум, БКБ, вот это неприятная новость. Как же Мак, ты быстро развалился, ты только посмотри. А вот Дум на Синг-Синга очень четко зарешала. И Нигма можно забирать, нужно забирать, тут Блэк Холла есть, минус и Нигма, минус Синг-Синг. Дальше. В размен на одного пока только Мага. И убегает... И не кратчиза, это на Ленвик гонится. Да-да-да, и посмотри, он бежит, тут Висп прилетает, Висп с раскруточкой, Виспуля! Висп, да попади же ты по нему, есть минус, Дум! Найс, найс, найс! Три фрага сделали, да, вот они, Импайр, Импайр отбивается, все нормально. Не ожидали вырыва Мага с фланга, здесь ребята из Клауд-9, походу. Ну как Маг быстро развалился-то, а? Ты видел? Ему буквально два удара, кажется, дали, и все, и Маг был потрачен. Да, и просто он закончился, но в любом случае Импайр. Импайр добирается сейчас до первого тавра на нижней линии, показали они сейчас Клауд-9, что все-таки не собираются, а не выигрывать эту игру, а не просто так вот сейчас ее залить, да и все. Ну и Т1 тавр. Гаш. Сайлт-атак, тут забежал, резолюшн, опасно, резолюшн, опасно. Так, резолюшн, и хватит, может, тебе уже этот львок качать, максить? Ну хорошо, ладно, на 12 секунд кулдаун, окей. Ну, классай, классай. Ну, нравится человеку, ну, хочет он покликать, ну, что ж ты переживаешь-то за него? Ну, хорошо, сейчас посмотрим, как он там будет кликать. Это нам в пабе можно не качать? Ну, я в пабе и векс даже не качаю, я и векс не качаю. Не, инвок я качаю хотя бы в один, но у меня все равно два с половиной, и что там переключать? Они там в кулдауне больше висят, чем инвок в кулдауне, так что все нормально. Я особо не парюсь. У меня что там? У меня форгиды, санстрайк и колд снэп. Вот три заклинания, в принципе. И то форгиды, это если я в очень хорошем настроении. Ну, вот, наконец пошел у нас гирокоптер в БКБ. Да, у нас, мы видим, 20 минут прошло, три с половиной тысячи голды, и вот с 8 тысяч на 5 тысяч отыграли. По экспириенсу преимущество Empire, да, уже более-менее нормально. Ну, и фармитенш там у нас Сайлент. Есть некротрив, у Сайлента мы видим вырисовывается понемножку БКБ. Пока не АК-3 появилась у инвокера, и можно уже что-то придумывать с третьими никрачами, уже активнее, уже веселее. Так, ну и гирокоптер, да, фармливает, Клокверк, что там у него уже, Блэдмейл есть, больше ему, ну, как, ничего не надо, ему надо еще много всякой дряни. Может быть, какие-то форстапчики, может быть, аганимчики. Но форстап здесь очень важен, потому что мы видим, что врывается Маха классно, все вообще драки, все врывы у него очень классные, но не выживает, потому что очень быстро убивает. И важно то, что там милишные керрии, это Алхимик, это Дум, от которых форстапы очень сильно могут помогать. Так, гирокоптера пока тут охраняет, Ванскор, Алхимик, сейчас должны встретиться. Да, находят Алхимика, Алхимика увидели, но там очень много людей, и срочно, срочно улетает отсюда Сайлент, улетает отсюда Мак. Все просто должны отсюда улетать. Да, Мак делает ИПА вот. Ну, а курицу потеряли, Радиант, и загуляла она, отвлекала внимание, летела, несла кому-то ТП, или, я не знаю, шестой игрок Эмпайр. Раньше был шестой игрок Рокскиз у Ванскора, да, сейчас это шестой игрок Эмпайр. 12.8 на 22-й минуте. Да, преимущество по-прежнему Клауд Найн, но мы надеемся, что знают Эмпайр, что делать им дальше. Да, знают они, что делать им дальше. Но от БКБ... Можно раскачать гирокоптера, пока враги не зашли на хайграунт, потому что потом гирокопер против поставить никого. Да, там, конечно, всегда есть Дум, который с даггером, который будет вешать этот самый Дум. Ну, в принципе, можно попробовать... Это маловато, по-моему. Да, можно самим напасть на Думу, например, и самим его убить. Так, что у нас там у Резолюшна? У Резолюшна 14-й уже уровень. И Резолюшн, да, вообще забил на Вексу, но вкачал чисто для того, чтобы иметь полный набор сплоф, а сам продолжает Максик Экзорд. Ну, и Резолюшн тоже, кстати, собирает БКБ. Да, Найт Тавер очередной, команда Клауд Найн не дает ни копейки, а не лишние им перцам. Ну, и за счет этого проседает экономика Team Empire. Серьезно проседает. Ну, да, хотя на данный момент 5000 голды, которые имеет Клауд Найн, это не слишком страшная цифра. Да, но все равно это и есть цифра. То есть, если бы там было 5000 голды и там три Медаса в наличии, тогда мы могли бы говорить о том, что это там не страшно и так далее. Здесь мы понимаем, что как бы это действительно живые деньги и Клауд Найн просто очень хорошо начали. Так, ну вот Рубик. Ой, Рубик. Сайлент с БК Ройшечкой. Сейчас заберет кентавров, каких и будет у него уже Блокинг Бар. И Рошан через две минуты. Ну, вроде бы тайминг более или менее ок. Должен быть. Да, посмотрим. Если заберут Рошана. Ну, на Рошане сейчас точно будет драка. Но вот как драться на Рошане при наличии Энигмы Тайда? И думая Алхимикой Бэйн. Ну, тут да. Тут вообще очень тяжелая будет ситуация. Еще и БКБшечка у нас у Алхимика. БКБшечка у Алхимика. Что она ему даст? Она ему даст, конечно, относительную неразвимость по отношению к инвокеру. И все. Сложно, сложно будет пробивать его. Вот в чем дело. Там Реген у него уже хороший. Алхимик 13 уровня. Реген во время действия ульты 75 единиц здоровья в секунду. Это много. Да, ну, только сбить тяжеловато, скажем честно. Так, 24 минуты игры за нами. 12-8. Клауд Найн. Клауд Найн выигрывает пока у Эмпайр. По деньгам. Опять-таки пошел график в сторону Клаудова. Ну, и по XP приблизительно то же самое. Что сейчас делать ребятам из Эмпайр? Ну, в принципе, правильно. Продолжать качать гирокоптера. У них есть отличный план. Гирокоптер с шестью слотами, с рапирой убивает всех. Да, и гирокоптеру, в принципе, ну, не на 100%, но как бы пофиг на БКБ. Да, да, ему реально пофиг. Ну, когда он будет там супер лайки, ему будет пофиг. Ну, и мы видим, что перемещается, перемещается на топ у нас. Тут люди хвалят Флая за то, что он Doom постоянно ворует. Ну, полезное вообще, что Кенция, да, то, что он так делает. Ну, а виноват в этом Doom. Ну, а Doom что сделает? Он землю типа сразу прожимает, а Level Death, видимо, тоже сразу. Хотя, возможно, стоит, да, в другом порядке немного прожимать заклинания. Посмотрим, посмотрим. Крайне мере, за эту игру уже дважды Envy отдал, собственно, свой ультимейт Рубику. Я думаю, Флай только рад. Почаще мне отдавайте. Ну и давайте, давайте какой-то экшен, ребят. Вот то, как играли утром Empire, это было круто. Весело, задорно, без стояния на месте. У Empire сейчас другой план, понимаешь, если они сейчас пойдут драться, они проиграют, потому что там Enigma, потому что там Тайтхантера. Им нужно нажать по одной кнопке и выиграть замес. У имперцев нет таких героев. Был бы у них инвокер квасовексовский, как мы говорили изначально, ну, планировали, что он таким будет, то да, они бы тогда могли идти устраивать неплохой замес, сами нападать, инициировать. Сейчас они не могут этого сделать. Сейчас даже если на Рошане начнется драка, не факт, что они вообще туда пойдут, на этого Рошана. Ну, проверка должна быть какая-то, я не знаю, Рокета. Ну, Рокет уже был, так, что там вот как раз висели последние искорки, они как раз увидели то, что там происходит. Ну, и имперцы забирают в это время Т2 на топе. Тем временем стрим по Старкрафту запущен. Да, и начинается дискотека. У нас на стриме по Старкрафту. Рошана добивает там ТП, сразу на топ, ты смотри, не хотят отдавать Т2, Рошан просто упадет, и Синг-Синг заберет всю славу себе. Да, 14 левел Синг-Синг получает, есть у него БКБ. Понятное дело, пока 10 секунд есть плейдмейл, есть тапки и медальон оф Кураж, также с Magic Wand'ом. Так что неплохо тут Синг-Синг, но то, что ему два Некрономикона, чуть ли не всю ману выжили, это немножко не очень правильно. Да, вот Некрачи в этом плане, конечно, крайне полезная штукенция. Можно Алхимика оставлять без маны, без станов, стан у него, вроде, весьма неплохой. Ну, да, ну и тишина, тишина. На самом деле, нападать надо Клаудом, потому что я у них не вижу ярко выраженного Лайта, у нас там Рубика где-то забрала Энигма только что, еще что-то тут взорвалось недалеко. Ну да ладно, у Инвокера появляется БКБ. Так вот, есть, конечно, там типа Алхимик, который Синг-Синг, который собирается в хардкерри, и мы помним, что Алхимик герой достаточно неприятный, но, как по-моему, Герокоптер будет намного опаснее. Герокоптер просто, блин, он всех убивает. Вот Бейн будет очень сильно страдать, Энигма будет очень сильно страдать, но Алхимика будет страдать тот, на кого нападет, собственно говоря, Алхимик. Ну что же, давайте быстренько пробежимся по артефактам Клауд Найн, у Дума мы видим Даггер БКБ Шива, у Бейна БКБ Тапок, вау. Здесь Алхимик БКБ Плейт Мэйл ПТ, БКБ также и у Энигмы, 4 БКБ, да, у Клауд Найн. Да, и Инвокеру тут, конечно, тяжеловато, и Рубику тяжеловато, да и всем тяжеловато против 4 БКБ драться, мы это прекрасно понимаем. А еще Клауд Найн, я только обратил внимание, у них у всех написано Stand-In. Ну, я не знаю, что это значит. Вот их, может, на Брилли из Клауд Найн. Все, может, они уже Stand-In? Они Stand-In HyperX. А почему они тогда играют с тегом внутриигровым? А, там есть эти просто. Там же Dota TV нужен тег внутриигровый. Да, 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 ну и есть пенанты. Да, кстати. Не знаю, ну вот, блин, вот клонировать свой логотип, это не слишком круто, но немного видоизменить, в принципе, нормальная штука. Это я, опять же, намекаю на команде Empire. Да, они уже поняли. И их пенанту. Они уже и так поняли. Кстати. Что? Есть уже демонетч тем временем у Silent. Понятно, понятно. Silent, он сейчас, дайте ему только время, он нафармит. Причем на первое место по Networx, чтобы выйти, ему осталось не так уж и много. Полторы тысячи. Ну, для гирокоптера это не проблема, но то, что его сейчас убьют, это проблема, у него нет ТП. А кто его убьет? Зачем его будут убивать? Не, ну зачем, понятно. Ну, я думал, что знает, что он здесь, но в итоге мы видим, что Сиг-Сиг пошел дальше по линии. Не знал он, что рядом находится. Ну, он, кстати, тут сейчас может очень сильно спалиться. Ну, и надо ему уходить. Во-первых, на варде там у нас палится Рубик. А, лол, Алхимик отсюда свалил? Да, да, да. Да, он побоялся. Он побоялся какой-то засады, хотя бояться должны были наоборот. Тут побоялся в итоге Алхимик. Улетает он на базу, и из базы сейчас Синг-Синг пойдет куда-то зарабатывать свой 16-й левел для себя. Заработает или нет, это уже другой вопрос, но он, по крайней мере, попытается. 30 минут игры за нами, графики. И понемножку, по чуть-чуть, но все-таки лезет он вниз. 7 тысяч, там, с копиками голды. Ну, это по-прежнему пока немного, потому что Нетворс, основная разница между кем и кем. Между, наверное, оффлейнерами, вот, самый большой разрыв. Хотя нет, вот мидеры, например, Резолюшн и Синг-Синг, между ними разница в 3,5 тысячи в пользу Резолюшна. Ну, и между оффлейнерами, что там у нас, 2 тысячи в пользу Тайтхантера. И не будем забывать то, что есть Энигма, которая фармит. У Энигмы всегда очень много денег. Так, у нас там Doom только что запавнил Рубика. Ну, вот эти соло-фраги, эти соло-вылазки, они сейчас абсолютно никакого смысла, никакой смысловой нагрузки несут. И надо, наверное, как-то пособраннее сейчас с Империей сыграть. Потому что, опять-таки, еще раз повторюсь, что не видно на данный момент общего их стиля и общего рисунка игры. Обычно Импайр играет не так. А здесь видно, что они играют в игру, которую им навязали Клауд Найн. И, похоже, они даже не прочь. Да, на самом деле, вот я с тобой, наверное, не соглашусь. Потому что играют Клауд Найн в игру, которую навязали им Импайр. Потому что Клауды должны были драться на протяжении всех этих 30, там, с копейками минут. А они этого не делали. Как много ты видел тимфайтов 5 на 5? Вот эти 14 фрагов, это в основном, там, одиночные какие-то врывы. Вот, например, на Resolution набросились. Энви, Энви пытается подрезать Резор. Резор выживает Романа, отличненько. И что, за кем там дальше погнались? Погнались дальше по вайдайм. Ну, я думал, может быть, они сейчас, нет, они просто отсюда улетели. Ну, вот. Ну, дума на Рубика, в принципе, норма. Неплохо, тут снизу, снизу проблемы огромные. Могут быть, снизинги нет, паут он делает. И Resolution тут ничего не сделает. Да, сбивать на такие телефорды нечем. Ну, пока что... Ну, 1 в 1 сейчас был размен, 15 на 9, там... Суть в том, что нижняя линия. Марки King Bar. Вот, а теперь можно... Ну, вы знаете, что делать. Подходить уже из лоу-граунда, просто расстреливать. Что расстреливать? Вот сюда вот подходить. Во-первых, у него рейндж маленький. Ну, у него все равно он отсюда будет стоять, отсюда отстрелять. А во-вторых, по вышкам все равно работают промахи. Черт. Влад поломал стратегию. Понимаешь, я надеюсь, что вот сейчас побыстрее выиграет Empire, но... Ты вот сегодня мне всю кашу просто помнишь. Не, на самом деле, быстрой тут победы не будет. Мне почему-то кажется, что имперцы тут все-таки победят на этой карте, но не совсем скоро. Потому что гирокоптеру еще не хватает какого-то там, не знаю, бутерфляя и сатаника. Ну, суть в том, что мы видим, что все равно он остается на уровне там полутора тысяч отставания от Дума. Но сейчас деньги должны пойти намного быстрее. Вопрос еще такой, нужен ли ему здесь... Не, я думаю, Доминатор не нужен. Есть при наличии Виспа. Вообще, в идеале, сейчас, чтобы кто-то хитрый собрал линкенцферу и вешал ее на гирокоптера. И все, это была бы победа. Там напали, кстати, на Сайлента. И Сайлента увозит Висп. Отлично. Висп погибнет, но Сайлент остался в живых. Нет, Висп не погибнет. А что Висп не погибнет? Ну, потому что сейчас будет здесь драка. Подтягивается сюда. И Клокер уже готов прыгать. Клокерку первому надо начинать. Так, есть БКБ. Цепанули Сайлента. Сберите как-то... Какой блокбол от Ауи! Найс. Просто найс. Да, ну и Дум на Сайленте. Поэтому Сайленту нужно просто отсюда уходить. И серьезная ошибка от команды Эмпайр, которая стоила только что им кажется... Ну, стороны минимум, а возможно и целой игры. Да, нету байбека сейчас у Сайлента. Резолюшн, вот мы видим, ничем тут помочь не может. Ну, отбегает он, конечно, в БКБ, но, скорее всего, Т-3 Тавер тут потеряет. Ребятки из... Ну, сторону должны терять. Сторону точно должны терять. Правда, герои пока что не такие, не супер-вышкоубивательные у Клауд Найн. Это хоть немножко спасает ситуацию, но все равно слишком долго не будет гирокоптером. Ну, зачем они пошли драться? Отдали бы этого в Испа и все. Ну, типа подумали, что рейваджи нету, что они сильнее, но, как мы видимо, они ошиблись. Ну, логично, логично, в принципе, все правильно. Они думали, типа нет рейваджа, сейчас будет все четко, мы все правильно сделаем. Бла-бла, Клокерк войдет, прыгнет там, ну и типа, ну... Ну, Клокерк вошел, прыгнул, прямо в Блэкхолл, все. Да. План был неплохой, но реализация, конечно же, ужасная. Минус пять, двадцать на девять, тридцать четвертой минуты, минус сорона, да. Вот сейчас там графики реально будут страшные. Да, то есть вы понимаете, тут уже 14 тысяч голды, 13 тысяч экспы. Ну и мы ждем, ждем, ждем теперь активных действий от Cloud9, наверное, потому что единственный шанс Empire сейчас, это, наверное, просто терпеть как-то. Да, причем, жутким образом терпеть. Опять-таки, Гирокоптер, МКБ, может быть, не стоило, может быть, стоило что-то другое, а не МКБ, собрать, но... Все-таки МКБ решил сделать Гирокоптер, ну... Ну, что Татурин, он доставил бутерфля, а потом уже в МКБ выходил, хотя это бы не помогло все равно. Потому что Cloud9 закликивает, закликивает очень серьезно парней из Empire. Ну, блин, там просто надо нажать пару кнопок вовремя, и все. Ну как, прыгнуть там в БКБ Блэкхолл, поставить, цепануть действительно Бэйну своевременно, кого-то там, фин с гриппом. То есть мы понимаем, что не любого ты цепанешь, надо от конкретного героя. И, в частности, лучше всего, чтобы это был как раз-таки Гирокоптер, которого там, если ты секунд 5-6 фиксируешь на месте, то убить его даже в БКБ, это не большая проблема. Самый бан Сайленсера, который сделали имперцы, развязал руки полностью Cloud9-ом. Да, он рефренширует Тайдкантера. Получается, сами себя забанили, да, но это уже слишком. Там в стриме Старкрафта я просто не могу глаза оторвать, там такое месиловое идет. Да. Уже караоке скоро начнется. Нормально, там шведские национальные народные песни про снег. Причем такие очень интересные песни. Так, у Инвокера, кстати, появился Ultimate Orbeez, 1700 голды имеется. У Резолюшина, я не знаю, хочет он собрать Хекс или, может быть, Линку, или, может быть, я не знаю, еще что-то. Что, к гирокоптеру? Да. Ну, Линка нужна, либо и... Не-не-не, я имею в виду Инвокер, который может собрать Линку, да, и вешать ее на гирокоптеру. Я говорю, Линка нужна либо самому гирокоптеру, либо кому-то из его тиммейтов, потому что вот этот Дум, который на нее постоянно вешается, это не дело. Вообще-то много таких мощных точечных заклинаний, всякие финсгрипы, которые бы в БКБ и выйдеть не помешало бы. Ну что, 3000 у Сайлента. Купил он Яшу, БКБ у него по-прежнему 9-секундная в миде. Флай. Как Энви просто развалил тут его. Ну, там Энви с ДД, вы понимаете, какой там дэмэдж, 146 плюс 237. Та, Флай, который начал просто супер отлично, мы едим 264 и не идет. Ну, Ирошан должен появиться буквально секунду на секунду. Ирошан, скорее всего, достанется клаун-9. Да, не пойдут драться. Не, ну идти на Рейвич и Блэкхолл на Рошана, это 100% самоубийство. И, конечно же, имперцы не пойдут. Ну, не должны, я не знаю, если они хотя бы сейчас прям проиграть, то не пойдут. Ну, хотя, типа, а что ждать, а что тянусь, все нормально, да. Ой, Линка, Уенигма. Уенигма, да, вот. Теперь вообще непонятно, нафига она нужна, в принципе. А ну, я даже не знаю, блин, хукшот в Энигму. Ну, блин. Это просто, чтобы была, хороший артефакт. Просто, просто, просто. За что тебе Линкенсфера я не гнал? Просто. Ну, а что бы нет? Было в магазине, зашел, думаю. О, слушай. Ну, я думаю, сейчас бы кто-то из имперцев был не против так зайти в магазин. Ну, что же. Т-2 тавр. Последний Т-2 тавр сейчас упадет. Опять-таки, это шестой, получается, седьмой тавр уже для команды Синайн. Так, ну и 9.21. Блин, по деньгам они действительно сильно впереди. Ну и видно, что общее игровое преимущество тоже на их стороне. Все эти алхимики. Всякие Тайдхантеры с рефрешенами. Да, ну вот сложно, сложно сейчас будет имперцем. Несмотря на наличие Блэкинг-баров. Очень сложно. И 38 минут игры за нами. Так, понемногу, по чуть-чуть. 15 тысяч голды, 17 тысяч экспы. Да, понятное дело, что вот прямо сейчас, если пойти игру заканчивать, так можно ее и не закончить. Так что спешить не буду. Не, ну можно ее закончить, только не в ту пользу, в которую ты хотел. Да, Рошаны вдруг начнут появляться у Империи. Управляемые Team Empire, вот это было бы круто. Призвали себе Рошаны и поехали. Надо не видимо его Рошана просто призывать. Да, чтобы люди не понимали, откуда, почему хп заканчивается. Да, 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 ты просто смотришь, у тебя, опа, вышка упала. Блин, ну баг, что поделать. Ну, бывает, бывает, бывает. Просто, не знаю, рабочие были. Не очень, и вышки будут падать сами по себе. Блин, вот я сам себя даже не слышу сейчас. Потому что тут такой драма 2 свалит. Ну, ладно, пусть валит. Там нормальный трек вообще. Не, я понимаю, но слишком громко. О, что ты сделал все-таки потери. Действительно теряешься, сам не слышишь себя, не слышишь. А, там игра сейчас начнется. А, ну игра начнется еще. Ладно, короче. Сидят уже игроки, я смотрю. Черт с ним, черт с ним. Синий игрок, красный игрок. Так, ладно, у нас там кого-то поймали. Слип на мага. Маг. Маг, маг, живи. Своего брата нет. Успел он купить ВКБ. Но тут залетел Type Hunter. Есть один реведж. Есть второй реведж. Но его поймали Сайлента. У Сайлента серьезные проблемы. Тут же Рубик ворует реведж. Но Black Hole, который попадает в Сайлент, становится решающим, мне кажется. Да, минус Реза, минус Сайлент. Г, Г. Cloud9 крайне уверенно здесь сыграли. Ну просто невероятная катка. Да. И я думаю, не ожидали такой прыти. Так же и я, Empire. Ну вот, мне кажется, что тут без класса Вексовского инвокера было сложновато. Не обойтись, да. Да, вот экзортовый совсем не то. Учитывая то, что не получилось никого наубивать. Всего 9 фрагов было сделано там за 40 минут ребятами из Empire. Вот эти бы EMP, Tornado и прочие чушь были бы более юзабельные. Не знаю, вот может быть у Ивана есть мнение на этот счет какое-то. Вот сейчас я ему уступлю свое рабочее место и мы у него спросим. Да, потому что игра выдалась. И вот мы видим, пошли имперцы на улице пообщаться. Вот Ван Скор чешет за ухом, думает, что пошло не так, Ван. Ну, очень уверенный пик у ребят из Cloud9. Наверное, абсолютно... То есть оба пика на самом деле рассчитаны на масс-файт. То есть да, есть висп у Empire, но это не тот висп, который прилетает там с каким-то героем, типа Marfy, Гангать, а это тот висп, который помогает в тимфайте гирокоптеру выдавать больше ДПС. И суть в том, чтобы драться 5 на 5 у Империи, в принципе, все не очень плохо. У них есть Плокверк, у них есть Рубик, который может украсть что-то очень интересное. У них есть Инвокер с отличным прокастом и гирокоптер. Но для того, чтобы драться, гирокоптеру нужны артефакты. Не, ну он их вынес, но не все и поздно. Да, но и Cloud9 нам нужны артефакты. Но суть в том, что из-за того, что Silent не может драться без артефактов, они не дрались и давали спокойно нафармить артефакты и ребятам из Cloud9. Поэтому Cloud9 вынесли свои БКБшки, там абсолютно все начали БКБ себе клепать чуть ли не первым айтемом. Четыре БКБ у нас было там сразу в какой-то моменте 20-й, да. Но Alchemic после ПТ сделал себе БКБ и был прав, на самом деле. Синг-Синг вот сыграл. Он все время отставал от того же Silent и от Resolution очень сильно, но он сделал себе БКБ и чувствовал себя неплохо. И в целом, ну просто MassFight у ребят из Cloud9 оказался сильнее. Плюс вот этот Doom, который вырубал стабильно то ли инвокера, то ли гирокоптера. Ну опять-таки, скажем так, отыгрывали не идеально, они давали воровать у себя там Рубику, много чего. Ну вот все равно герои были лучше и в общем командно играли они лучше. Да, Рубику... ну Рубику несложно отдавать сплы, которые присутствуют у ребят из Cloud9. То есть легко достаточно отдать Doom, потому что обычно Doom дает пол... Ну то, что он давал там свой третий спелл до... Ну такое, да. Я с тобой согласен, да. Ну как бы не смогли Empire вынести какие-то вообще плюсы. А у мага какой-то полный провал, а не игра. Вот просто каждый врыв это было все хуже и хуже. На Клакверке. Да, что-то такое было. Что делать? Да что делать, я не знаю, пытаться... Ну честно говоря... Кажись брали своих героев, кажись все правильно, ну и... Вот так вот. Я не... ну... Что делать? Побеждать нужно Empire. Что делать? Тут сложно очень... Уважаемый Empire, я знаю, что вы нас, конечно, не слышите. Ваня говорит, вам надо побеждать. Очень сложно анализировать, когда ты... Ну, по пикам можно только анализировать. То... Ну как, Cloud9 играют... Cloud9 неприятные соперники. Они могут взять какой-то бред и сами подарить тебе победу. А могут взять какую-то... Имбу. Ну не имбу, а хорошую связку, которую они хорошо исполняют. А могут взять какой-то бред, но который сработает. И выиграть эту игру. То есть Cloud9 могут все, что угодно сделать. И против них действительно сложно забанить каких-то ключевых героев. Потому что они играют тупо на всем. Но мне очень нравится, на самом деле. Вот если я от... Речь от... Отойти от именно этой игры. Мне нравится возвращение. Я еще с тобой три месяца назад где-то говорил. Я вот... Тайтхантера. Нет, я вот жду... Да не Тайтхантера. А я вот жду, когда Дота, опять... Дота же цикличная вернется к той стадии, когда нас будут решать масс-файты. Я ей рассказываю. Потому что это самое красивое. Это самое веселое в плане комментирования. И мне нравится, что именно на этом Интернешнл Лето будет преобладать. Ты уверен? Я уверен. У нас это шла в сторону Нага. Уже ее два месяца так... У нас появляется Морф, который в целом дарит очень красивую... Но все равно не будет он очень часто появляться. У нас появляется Тинкер, который в принципе тоже, несмотря на то, что он зачастую... Это достаточно скучный герой, который прыгает туда-сюда. Он может тоже подарить очень много кайфа и очень много удовольствия. И... Ну и в основном вот эти Энигмы, Тайтхантеры, Сенткинги, Дарксиры... Все это возвращается. Это, конечно, круто. Мне очень нравится. Ну, будет весело на Интернешнл, но будет весело также здесь. Ребят, вторая карта матча Cloud9 Empire. Буквально через 10 минут не уходите. Видите, Cloud9 уже вернулись. Empire вернутся скоро, и мы продолжим смотреть игру. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова